Гармонизирует пространство вокруг, убивает бактерии и улучшает настроение. Такие свойства приписывают колокольному звону. Если верить этому, то наша съемочная группа Ольга Пырочкина и Александр Петров еще долго должны быть счастливыми и здоровыми. Они побывали на Всероссийском фестивале колокольного искусства «Волжские перезвоны». ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сейчас в России колокола уже не звонят, чтобы сообщить о времени суток, какой-то опасности вроде пожара или наоборот. В честь радостного события, к примеру, выхода сборной страны в четвертьфинала Чемпионата мира по футболу. Даже в богатой церкви Амичевашии звон слышен разве что перед началом службы и по праздникам. Профессия звонаря исключительно редкая. Организатор фестиваля Андрей Дьячков говорит, в его случае все было предрешено. «Священник был дьякон и самая низкая должность, это были дьячки, их называли, они выполняли какую-то работу по храму, отарничали и звонили в колокола. Вот у меня фамилия Дьячков, она так определила мой вид деятельности, скажем так, независимо от меня, чем бы я не пробовал заниматься другим, хотя хотелось многое попробовать, но как-то вот не очень все получалось. А с колоколами все божьим промыслом устраивается удивительным образом». Самый младший участник фестиваля Михаил Попов пока просто получает удовольствие от того, чем занимается. На будущее у него другие планы. «А кем вы хотите стать, когда вырастете?» «В футбольном вратарем». Бывший профессиональный скейтбордист Александр Кожемякин из Архангельска учился звонить уже будучи взрослым. Он отмечает, в подготовке звонарей есть ряд нюансов. Даже если вы учитесь играть на скрипке, ваши соседи должны запастись терпением, а колокольные репетиции слышны на несколько километров. И все же выход есть. «Существует тренажер колокольного звона. В домашних условиях, отключая к компьютеру, можно, в принципе, хорошо потренировать именно какие-то приемы интересные». Чтобы играть даже на небольших колокольных установках, нужно хорошее чувство ритма и, что называется, раскоординация рук и ног. А вот праздничный звон уже на большой колокольне. «Счастье от слова «сейчас». И когда звонишь колокола, настолько поглощает тебя этот звон, очень сложно думать о чем-то другом. Во-первых, здесь и музыкальный срез. Надо следить за ритмом. Во-вторых, это тяжелая физическая работа, потому что колокола некоторые весят больше 10 тонн. Поэтому в момент исполнения звона, звонарь, безусловно, самый счастливый человек на Земле». Мы тоже решили почувствовать, как это. Я попыталась освоить московский звон. Глядя на меня, не смог удержаться и наш оператор Александр Петров. В общем, не судите строго начинающего звонаря и того, кто остался за камерой. Ольга Пырочкина, Александр Петров. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова